Приветствую вас, дорогие мои любознательные телерадиозрители. Сегодня приветствую вас из московского района. Знаете ли вы, что большинство адресов, связанных с Виктором Цоем в Петербурге, находятся далеко не в центре? Да, конечно, в центре очень знаковые адреса, например, рок-клуб Норбинштейна, кочегарка Цоя Камчатка на Петроградской стороне. Да, эти адреса очень известны. Но дело в том, что большая часть их, связанных с именем этого прекрасного великого человека, находится в южной части города, а именно в районах Московском, Рунзинском, Кировском, Красносельском, потому что большую часть жизни своей, увы, не очень длинной, Виктор Робертович прожил и проработал, кстати, именно здесь. Я нахожусь на Московской площади, это некогда такой новый центр Ленинграда, по крайней мере, он планировался, так и не случилось здесь никакого центра, но тем не менее. По воспоминаниям мамы Виктора Валентины, новорожденного мальчика, она принесла в дом, который стоял и стоит, собственно, напротив памятника Ленину. Вот этот дом, за моей спиной, это Московский, 193. Именно здесь первые годы жизни рос Виктор Цой. В то время, правда, когда он родился, это был 62-й год, здесь памятника Ленину никакого не было, потому что он появится позже. Но в целом, вот он памятник, вот дом, так что теперь этот дом напротив памятника. Квартира была коммунальная, семья с родственниками занимала две комнаты, одна из них была проходной. В общем, не забалуешь, как говорится. Вообще, Цой родился в очень такое непростое время в истории советского государства. За год до его рождения человек впервые влетел в космос. Это был очень знаковый год. Вот почему буквально уже спустя несколько месяцев в Ленинграде, да и не только, стали появляться места, которые символизировали вот этот вот первый полет в космос. Например, проспект космонавтов, на котором, кстати, тоже располагается один из адресов Цоя. Жили они там с семьей некоторое время. А вообще, это время, я имею в виду рождение, 62-й год, это Калибский кризис. И, в общем, в стране происходят всякие разные трансформации. Надо сказать, что семья у него была интересная по происхождению своему. Мама, коренная петербурженка, то бишь ленинградка. А отец настоящий кореец. Его предки, предки отца, я имею в виду, переехали когда-то из Кореи во Владивосток. Некоторые из них воевали в русско-японской войне, а некоторые родственники Цоя, предки, пережили здесь уже блокаду Ленинграда. Жизнь его родителей, совместная, семейная, была безоблачной до поры до времени. До того момента, как первый раз Роберт ушел из семьи, и они развелись. И дело в том, что это происходило несколько раз. Он то возвращался, и они снова жили вместе, то уходил. Могло ли это повлиять на ребенка? Ну, скорее всего, все-таки повлияло. И, возможно, даже не в лучшую сторону. Потому что не в лучшую, я имею в виду, что отцой по жизни был очень таким достаточно скромным, замкнутым человеком по воспоминаниям многих, кто его знал лично. И вот этот постоянный уход отца семьи, он повлиял, собственно, на ту обилие адресов, которые мы можем вспомнить сегодня. Потому что семья вынуждена была то разъезжаться, то съезжаться. Они обменивали жилье и, соответственно, постоянно переезжали. А вот почему в этом районе и не только очень много адресов, связанных с ЦОИ, но именно квартир, в которых они жили. С мамой у него были очень хорошие доверительные отношения всегда. И также он, естественно, менял по нескольку раз школы. Кстати, надо сказать, что мама его была учительницей физкультуры. И одно время он учился в школе, где она работала. Но далеко не только там. Это были обычные советские общеобразовательные школы. Позже он перейдет в вечернюю школу, которая находится напротив метро «Электросила». Вот еще одна точка, непосредственно связанная с ним. Но потом уже поступит в училище имени Серова, о котором я еще скажу. И вот еще, несомненно, один адрес, в котором ЦОИ не мог не бывать, это кинотеатр «Дружба». Он существовал в советское время, он существует и поныне. Вообще, молодежь тех лет очень любила ходить в кинотеатры. Это было такое очень, скажем так, популярное развлечение. Это сейчас все в интернетах сидят. А тогда ходили в кино. И на научно-популярные фильмы, и просто на разнообразные художественные. Так вот ЦОИ сюда также ходил в кино. Но и не только сюда, во все эти типовые кинотеатры. Ракета, орбита, планета, которые в изобилии находились и здесь, в близлежащих районах. Кстати, о названии кино. Каким образом возникло название группы? Дело в том, что существует несколько версий. По одной из них музыканты сами перебирали слова и остановились на простом, но в то же время очень понятном и приятном для всех на слове кино. Ничего конкретного оно не означало, кроме того, что было просто приятным словом. К вопросу о травмах детства. Вот я сказала, что вот эти все разводы и воссоединения родителей не могли пройти бесследно для психики юного мальчика. Вторая проблема заключалась в том, что все-таки ЦОИ столкнулся в школе, да даже еще в детском садике, с тем, что сейчас называют буллинг. Его за экзотическую, да, необычную внешность, нерусскую, скажем так, дразнили часто японцам. Ну и вообще, впоследствии, выросши таким вот скромным и очень адекватным по отношению к остальным человекам, он говорил о том, что я вообще не разделяю людей по какому-то национальному принципу или иному принципу, денежному достатку и так далее. Не важен сам человек, кем он является и что из себя представляет как человек, а не какие-то его качества и критерии, по которым, кстати, люди очень часто друг друга судят и осуждают. Несомненно, связь ЦОИ с адресами общепита. А вот эта знаменитая пирожковая на Московском, одно из немногих заведений в нашем городе, которая осталась, так сказать, еще с советских времен. Здесь сейчас нет какой-то особой привлекательности со стороны фасада, поскольку идет ремонт. Но с другой стороны, ремонт, это обновление, это всегда хорошо. Так вот, осталось таких заведений, работающих с советского времени, не так много. Это вот эта пирожковая и знаменитая пышечная на конюшиной. В этой пирожковой ЦОИ, несомненно, бывал, потому что, поскольку он здесь неоднократно рядом где-то жил, и сейчас я вам покажу еще один известный дом, в котором он, конечно же, жил, то пирожки и беляши покупать неоднократно приходилось, особенно молодым ребятам, что-то такое перекус на бегу. Так вот, с пирожками, а точнее с беляшами, известен интересный случай в его биографии. Родители его, когда уезжали куда-нибудь отдыхать, оставляли дома одного. Мальчик был достаточно послушный. Не сказать, что во всем и всегда, но в основном можно было ему доверить остаться одному. И вот они уехали на месяц отдыхать и оставили 90 рублей. Из расчета, соответственно, 3 рубля в день. И ЦОИ тут же пошел, купил гитару, которая стоила 87 рублей, а на остальные 3 рубля купил беляшей у Парка Победы. То есть не в пирожковой, а где-то вот здесь. История умалчивает где, но она не умалчивает другое, что этими беляшами он отравился, отравился очень сильно, и 3 дня лежал зеленый. Ну, конечно, родители потом посмеялись, но вот так вот случилось однажды. Вот он, известнейший адрес ЦОИ, знаменитый дом со шпилем. Или генеральский дом, московский 190. Вот в этом доме семья прожила, причем в коммунальной квартире тоже некоторое время. Одна из комнат была проходной, и как раз в ней жил Витя. И они жили не в основном корпусе по московскому, а вот по улице Бассейной, в квартире номер 8. Дело в том, что именно этот адрес чаще всего называют первым адресом ЦОИ в Петербурге. Но по факту, как мы уже выяснили, первый адрес не этот, а на метро московской. Но этот, конечно же, знаковый, потому что очень известный, красивый дом, генеральский дом. Сталинская высотка, можно сказать. При том, что существовала такая легенда, мнение, что здесь только партноменклатура селилась, то есть какие-то чины. На самом деле нет. В этом доме было достаточно много коммунальных квартир. Жили работники адмиралтейства, и хотя вот он внешне такой очень красивый, со статуями, кстати, как раз на морскую тематику, с голубями как символ мира, потому что в послевоенное время это было особенно актуально сохранять мир. Тем не менее, жили простые работники, типа учительницы физкультуры с ребеночком. Ну и вот так болтая, идя по Московскому проспекту, я вас плавно довела до места рождения ЦОИ. Это парк Победы. Я, конечно же, не буду вам показывать сегодня весь парк. Он большой, в нем приятно гулять, особенно летом. Но именно здесь, на территории парка, располагается кардиоклиника. А когда-то это был роддом номер 9, в котором великий музыкант и появился на свет. Интересно, что впоследствии неоднократно Виктор и с друзьями, и с музыкантами бывали здесь, гуляли на территории парка. И даже одно время он здесь работал. Здесь была лодочная станция, на которую он устроился спасателем. Как раз к вопросу о том, где работал ЦОИ, и почему он работал на таких работах. Поскольку заработок музыканта был очень часто нестабильным, особенно по началу его карьеры. Соответственно, нужно было зарабатывать хоть какие-то деньги, особенно когда у него появилась своя семья, жена и родился сын. И плюс был закон о борьбе с тунеядцами. То бишь, по-любому, хочешь не хочешь, а нужно было где-то работать. Потому что если меньше, по-моему, 4 месяцев в году ты работаешь, значит, скорее всего, ты тунеядец. Тебя проверят и не исключено, что подтвердят этот статус. Вот поэтому у ЦОИ неоднократно были работы простые, неквалифицированные, а иногда эффективные. И вот здесь вот на лодочной станции как раз таки была одна из работ подобных. Фиктивно, лишь бы где-то числиться. Борис Гребенщиков называл в то время вот такую вот творческую интеллигенцию поколением, соответственно, творческих кочегаров и мойщиков. Так вот, про учебу Виктора ЦОИ можно сказать, что в школе он учился удовлетворительно. Неплохо, нехорошо, в основном на тройке, четверке. И с детства интересовался и музыкой, и рисовал. Кстати, рисунков сохранилось очень много. Его, и если бы он не стал великим музыкантом, возможно, он бы мог быть великим художником. И как я уже упоминала, поступил он в училище Серова, но оттуда его выгнали, потому что он все, что касалось каких-то рамок, выполнения нормативов, то есть нарисуя именно вот это, он это все выполнять не любил. И зачастую игнорировал по воспоминаниям преподавателей. А то, что шло от души, то, что он хотел делать сам, то у него получалось замечательно. Вот когда его выгнали, он поступил сюда, в ПТУ-61 на улице Стойкости, 30, корпус 2. Сейчас это Академия реставрации и дизайна, тогда это было реставрационное училище. И осваивал здесь он профессию краснодеревщика, резчика по дереву. И опять-таки, все, что было ему интересно делать руками самому, он делал замечательно. В частности, он увлекался японским искусством и созданием Нецке. И даже в телевизоре появился, мама, я в телеке. В одной из передач его пригласили именно как создателя вот этих вот фигурок Нецке. Здесь бытует легенда такая, что хранится копия диплома Цоя. Но на самом деле диплома он так и не получил даже здесь. Он получил справку об окончании, которая, скорее всего, конечно же, хранится в этом училище. И когда, вот когда Цой умер, здесь в этот год и в последующие был небывалый наплыв абитуриентов. Просто все хотели пойти по стопам Цоя, учиться здесь. И училище просто перевыполняло план по набору абитуриентов. Самое, наверное, важное, что можно сказать об этом месте, это то, что здесь хранятся некоторые работы Цоя. И самое, наверное, знаковое, его дипломная работа, которую он, к слову, не закончил, но самое важное, он ее назвал «Звезда по имени Солнце». И так, как сказал бы кто-то, вечерело, пока я вам показывала в одном районе адреса Цоя, а в другом районе почти наступила ночь. Но еще не совсем. И вот очередной адрес, который непосредственно связан с именем Виктора Цоя, это вот этот адрес. Адрес – это сталинские бани. Банями они были тогда, банями они являются и сейчас. А почему? Потому что Цоя здесь работал. К вопросу о работе, чтобы была. Дело в том, что здесь был очень у него такой специфический график работы. Каждый день, но один час. Но с 10 до 11 вечера. И он работал, конечно же, кем? Ну, обычным мойщиком. То есть ему нужно было, срываясь с каких-то вечеринок или репетиций, просто из центра города приезжать на ветеранов, чтобы один час в день побыть здесь пол. И он здесь не очень долго проработал, потому что это было, конечно же, неудобно. И после вот этой работы он перешел работать в... ту самую кочегарку на Петроградку. И там уже было гораздо более комфортно ему, потому что, ну, во-первых, полуподвальное помещение, причем в женском общежитии, достаточно уединенное. Просто кидаешь уголь, поддерживаешь тепло. И можно было там же собираться играть на гитарке. Это гораздо более комфортная атмосфера. Сейчас, кстати, там по этому адресу находится бар. И бар совершенно отвратительный. Никому там не рекомендую пить пиво. Дети более достойные места. Но ради чего там действительно стоит побывать? Это все-таки знаковый адрес Цоя в Петербурге. Там весь двор исписан в граффити. Месит мемориальная доска. А внутри этого бара настоящая гитара Цоя, которую подарила им Марьяна. И его, опять-таки, настоящие рисунки. Вот на это, конечно же, стоит посмотреть. Вот этот самый обычный дом. Обычный в плане стандартная застройка советская. Дом-корабль по адресу проспекта Ветеранов 99 считается последним адресом Цоя в Петербурге. Именно здесь, в Курзире 101, он жил со своей женой Макьяной и с ребенком. В 1985 году родился сын. К слову, никак не могли выбрать для него имя. Точнее, Цоя никак не мог определиться. И Марьяна сказала, не хочет называть Сашей, назову Христофором. Тогда он согласился на Сашу. Здесь неподалеку два парка располагаются. Полежаевский и Александрина. Так вот, очень часто они с женой, маленьким сыном гуляли в этих парках. Вот, представьте, идешь по парку, встречаешь Виктора Цоя. А кто-то ведь встречал. Я в случаях с такими домами всегда задаю вопрос себе. Интересно, а те люди, которые живут сейчас в квартире 101, они вообще знают, кто здесь жил? Потому что, как показывает практика, далеко не всегда человек в курсе и интересуются, например, живя в коммуналке, что там когда-то проживал, например, Федор Михайлович Достоевский. Еще у Виктора и Марьяны был пес по кличке Билл. Точнее, это был шотландский терьер Марьяны. И собачка была такая своенравная, не признавала больше никого, кроме нее. И Виктору пришлось очень постараться, чтобы доверие ее, так сказать, его, точнее, пса, расположить к себе. Ну вот, сохранилась фотография. Тех лет, на которые он изображен, именно гуляющим здесь, в леслежащем парке с этим песиком. Через несколько лет жизни, после рождения ребенка, поначалу у них все было хорошо, и он был очень счастлив, нянчил этого ребенка непосредственно сам. Но потом отношения разладились, Цой встретил другую женщину. Ну, конечно, его личная жизнь, это совсем уже другая история, отдельная. Но в конце, так сказать, жизни он переехал в Москву на какое-то время, он жил там. Но тем не менее, когда он умер, здесь фанаты расписали в том числе дверь, квартиру 101, и не только ее, это уже было такое местное место паломничества. Значит, ходили разговоры, что здесь будет то ли памятник рядом поставлен, то ли, может быть, просто мемориальную доску повесит на этот дом. Но пока что здесь нет ни того, ни другого. Памятник я вам сейчас и покажу. И находится он недалеко, но не здесь. Ну что ж, завершая сегодняшнее видео, пришла я к этому памятнику. Да, здесь, конкретно в этой локации, нет адреса, связанного с Цойом. Но поскольку весь юг города, как вы понимаете, связан, соответственно, с его именем, это очень много адресов, только небольшую часть я вам сегодня показала, то логичным было здесь появление данного памятника. Вот там у нас располагается метро Проспект Ветеранов, это бульвар новаторов, и вот здесь вот в 2020 году поставили этот памятник. Насколько я знаю, на частные средства, на спонсорские. К 30-летию его, соответственно, гибели. И, кстати, поза для памятника выбрана не случайно, точно такая же, как на одной из его знаменитых фотографий. Здесь вообще весь сквер сделан, соответственно, чтобы оправдать этот памятник. Не так давно его реконструировали. Заборчик с нотным станом. И вот здесь вот в центре располагается клумба в виде гитары. Там летом цветочки высаживают. Так вот, заметьте, человек прожил очень короткую жизнь, всего лишь 28 лет ему было, когда он погиб. А с тех пор нет его на сегодняшний день уже больше 34 года. Но слава группы кино не угасает. И вырастают все новые поколения, которые становятся настоящими фанатами. Хотелось бы даже верить в то, что и последующие поколения также будут слушать песни группы кино и Виктора Цоя. Пожалуй, я думаю, нет ни одного города, в котором где-нибудь на стене не было бы надписи «Цой жив». Потому что Цой жив. Ну что ж, а на сегодня у меня все. С вами была Ира Гит в шляпе. Будет еще очень много интересных историй. Всем спасибо. Всем пока.